Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, сегодня мне в голову пришла такая очень интересная идея, связанная с моим автобусом. Как могли понять, я же его купил за 6 миллионов, тачка довольно-таки крутая. Но она по заводу идет вот в таком стиле с синими полосками. А я вот подумал, а что будет, если сделать оперский автобус? То есть, ребята, просто взять и сделать так, чтобы он выглядел как оперская тачка. Ё-моё, какие гонщики нелегальные катаются в это время. Поэтому сегодня мы отправимся в детейлинг-центр и сделаем очень крутую покраску. Просто, на самом деле, я хочу сделать так, чтобы он выглядел прям по-оперски и стал самым крутым автобусом на серваке. Потому что это будет действительно круто. Поэтому, дорогие друзья, пока я буду ехать в детейлинг-центр, я бы хотел задать вам очень крутой и интересный вопрос. Чей автобус круче? Мой или его? Ладно, шучу. Тут, конечно же, все, естественно, понятно. Я хотел спросить, почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК, достаточно будет даже слабого ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании, качай абсолютно бесплатную МТА Провинцию и заходи на седьмой сервак, где играю я. Потому что, во-первых, это та же самая ГТАшка. Во-вторых, она с русской картой, где есть такие трамваи, троллейбусы, магазины, спортмастер, пятерочки. И это действительно очень-очень круто. Поэтому обязательно заходи, качай, она абсолютно бесплатная и без какой-либо рекламы. Я уверен, что ты кайфанешь и тебе она очень сильно понравится. А также, естественно, в игре очень много тачек. Помимо автобусов, в ней есть легковые и BMW, и наши Лады, там, Лады Гранты, Приоры и Фольксвагены. И чтобы купить себе какую-нибудь машину, нужно заработать денег. То есть пойти на работу, там, грузчиком позаниматься, там, где-то что-то еще поделать. А можно воспользоваться одним крутым багом, который даст вам очень много денег. Точнее, это не баг, а такой вот читерский прикол. Для этого, дорогие друзья, чтобы вам получить очень много денег, вам нужно, когда зайдете в игру, нажать на буковку М английскую, и у вас откроется вот такое вот меню, собственно говоря, с вашей статистикой, со всеми штуками. И вам отсюда нужно перейти по вкладке реферальная система. Она вот снизу будет четвертая, вот эта вот. И вы ее открываете, и вот здесь вводите мой промокод LICHITOP. Вот этот промокод LICHITOP вводите вот сюда, и вы получаете реально большой и очень крутой бонус. Поэтому качайте, и реально играйте. Игрушка прям безумно крутая. Я уже играю больше года, и никак наиграться не могу. Ну, а мы заезжаем, дорогие друзья, уже в СТО, и, надеюсь, давайте посмотрим. Опа, все, заехал. Отличненько. Так, давайте глянем вообще, что мы тут можем сделать с этим автобусом. Потому что, как видите, он даже не помещается в ракурс весь. То есть, его полностью не видно, но мы можем прогуляться по салону и посмотреть, сколько же тут сидений. Реально тут в этом автобусе может, собственно говоря, залезть, поместиться очень много человек. Я не знаю, где-то человек 50 точно, если на каждом ряду по 4 сидушки. Правильно, дорогие друзья? Да. Получается тут сидушек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Дорогие друзья, то есть, тут, да, 50 человек очень смело может залезть и, в принципе, круто. Кстати, очень прикольно то, что тут у водителя свое сидение, оно такое прям удобное, а у всех такое обычное. Типа, ну ты тут сидишь и все, а водитель прям на крутом, таком, рикаровском кресле. Ладно, окей, давайте меньше слав, перейдем к делу, посмотрим, что у нас тут есть, что мы вообще можем достичь в этом тюнинге. Тут, в принципе, мы ничего не можем делать, я так понимаю, нет ни сталинга, ни колес, ни настроек, то есть, ничего абсолютно мы не можем настраивать. Единственное, что мы можем покрасить, окей, ну это то, что нам, в принципе, нужно. Первое, это у нас идет основной цвет, это можно сделать белый под обычный автобус, но я хочу оставить его черным, то есть, он у меня идет с завода черный, как я его купил, его оставляю. А вот полоски я уже хочу убрать и сделать их вообще невидимыми, то есть, чтобы автобус был реально прям оперский. Поэтому вторую полоску мы берем, делаем черненькой и вот эту тоже. И все, ребята, теперь у нас действительно оперский очень крутой автобус. Блин, единственное, что я бы тонировку бы сделал, но какие-то, ребята, нельзя, я бы очень сильно хотел сделать на него тонировочку, но, блин, разработчики не разрешают. Окей, это все, что мы смогли приобрести и теперь, ну-ка, давайте выйдем, глянем на что это. Ё-моё, вот это я теперь понимаю, настоящий черный автобус, ну реально прям видок у него оперский, я не знаю, на нем ехать только на какие-нибудь будут разборки, там собирать всю банду, всю семью мафии и ехать куда-то там разбираться. Мне кажется, это было бы очень круто, но такой тачки не хватает действительно, собственно говоря, тонировочек, вот прям ее бы я очень бы хотел увидеть. И поэтому, дорогие друзья, жаль, конечно, что разработчики нам не дают повода, но по Хасане чисто на нем можно, поэтому, ну-ка, давайте попробуем разогнаться, выйдем там куда-нибудь на дорогу, попробуем посуетиться и покататься, потому что это действительно очень сильно жестко. Давайте сейчас заглянем на, собственно говоря, на этот прикол, где у нас находится порт, где мы можем выбивать всякий дроп. Кстати, тут реально, опа, смотрите, ребят, тоже какая-то тачка пиговская, то есть работник, видимо, поездов. И у нас тут, кстати, на контейнерах вообще народу, что ли, нет? Да не может быть такого, чтобы на контейнерах вообще не было никого. Обычно очень много людей играют и смотрят контейнеры, но сегодня, да не может быть такого, чтобы реально прям пустота какая-то была, ну окей. Ладно, это очень сильно странно, но давайте тут дадим бачка. Мне кажется, это очень клевое место для того, чтобы проэкспериментировать то, как автобус катается. Да, он действительно клево ездит, мне это нравится, и видок у него прям такой мощный, он не чувствует никаких этих, собственно говоря, лежачих полицейских. Он их как семечки просто щелкает и разгоняется тоже неплохо. Жалко, я бы, конечно, и чип-тюнинг бы ему сделал, но, как видите, разрабы не позволяют этого делать абсолютно никак, но ничего страшного. И тут давайте бачком, 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 опа, опа, аккуратненько заходим. Блин, я что-то сломал там, ё-моё, я надеюсь, на меня не сильно обидятся, потому что я не специально, как минимум. И вот тут мы поворачиваем также направо, ну-ка, бачком, 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 отличненько. Реально, ночью в этом городе только автобусники работают и троллейбусники, вообще никого я не вижу. Обычно весь движняк происходит в Приволжске, но я выбрал самый тихий город для того, чтобы жить, потому что тут намного спокойнее и можно поснимать спокойно ролики. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом всё. Если вам видос понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии, кодовое слово в этом ролике, пускай будет Оперский автобус. Все, кто напишет слово Оперский автобус, обязательно попадёт в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии. И, дорогие друзья, всем...